Амбулаторное отделение больницы города Жигулевск в селе Солнечная Поляна. Здесь сотрудникам пансионата для инвалидов делают тест на коронавирус. Они готовятся заступить на двухнедельную смену, поэтому должны быть уверены, что здоровы. Сама сдача анализа занимает всего пару минут. Отношусь я к этому с пониманием, потому что это важно и для нас, и для проживающих, так как мы заезжаем на 14-дневный карантин, поэтому мы все с пониманием к этому относимся. Относятся с пониманием и к тому, что ближайшие две недели им придется провести на работе. Уехать домой не получится. Это касается и проживающих. Гостей к ним не пустят. В режим полной самоизоляции многие учреждения соцзащиты перешли по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Также там усиливают меры по защите от инфекций. Ежедневно, утром и вечером измеряется температура, проводятся уборки ежедневные. Каждые два часа у нас проводятся генеральные уборки. Помимо этого, проветривание, кварцевание, соблюдение правил личной гигиены среди проживающих и наших сотрудников. Сейчас здесь находится почти 400 человек, подопечных и работников. На новую смену скоро заедут еще чуть больше сотни. Но карантин не повод для уныния, говорит директор пансионата. Все наши будни раскрашены как для проживающих, у которых очень много досуговой деятельности. То есть отдельно маленькими группами занимаются, рисованием, лепкой. Соответственно, точно так же территория очень большая, зелененная. Соответственно, здесь много лавочек, у них есть возможность погулять. Есть спортивный городок. То есть они играют с мячом. Словом, скучать им не приходится. Все меры защиты и ограничения нужны, чтобы сотрудники и подопечные остались здоровы. По поручению президента, работники учреждений соцобслуживания, которые трудятся в это непростое время, получат доплаты, существенную материальную поддержку. Кира Исмаилова, Андрей Костомаха, Новости губернии.